Переключимся на Казань. Там, в Федеральном университете, понимают, что один из факторов успеха на пути к ТОП-100 – это исследования на стыке наук. В институтах КФУ уже ведется ряд совместных исследований, но в этом году их должно стать еще больше. Коллеги из Юнивер Ньюс с подробностями. Быть или не быть квантовому компьютеру в 21 веке? Определенно быть. Вопрос только в том, когда. А самое главное – кто станет его творцом? Научное сообщество почему-то твердо уверено, что сил и ума хватит у заокеанских волшебников. В Казанском Федеральном же с этим категорически не согласны. Над созданием компьютера будущего у нас трудится уже не первый год. Причем прорывные открытия, вопреки всему, создают молодые ученые. А теперь к этому хотят еще привлечь и ученых из других областей. Возможностью поделиться с коллегами, химиками или, к примеру, биологами своими достижениями и видением направления для прорыва воспользовались шесть молодых ученых Института физики. За сложными названиями их докладов на самом деле скрыта довольно простая цель – приблизить появление квантового компьютера. И каждый, сидящий в зале, вполне может в этом помочь. Основная полезность заключается в возможности собраться людей из разных дисциплин, то есть физиков, химиков, биологов и математиков, и обсудить проблему, например, конкретно сегодня были проблемы физиков, вот, и возможность скооперироваться и привнести что-то в новое науку. Кто же в итоге окажется впереди в гонке за технологиями будущего, покажет время. Но даже если американцам повезет создание суперкомпьютера больше, старания наших ученых не пройдут даром. Ведь их разработкам всегда найдется применение на благо общества. Александр Александров, Руслан Урозаев, Юнивер Ньюз.